Ты неправильно лечишь акне, если не используешь их, ретиноиды. Почему это средство номер один в борьбе с акне? Ретиноиды это производные витамина А, которые действуют только на живые клетки кожи. Они взаимодействуют с рецепторами ядра клетки. Они имеют маленький размер молекулы и также они липофильны. Именно поэтому они с легкостью проникают через роковой слой кожи к живым клеткам. Ретиноиды непосредственно регулируют жизнедеятельность этих самых живых клеток, с которыми они связываются. Как результат увеличивается количество слоев живых клеток эпидермиса и устраняется гиперкератоз. А гиперкератоз у нас это одна из стадий формирования акне. Наслоение слоев мертвых клеток друг на друга. Больше слоев живых клеток, более нежная и гладкая кожа соответственно. Также ретиноиды уменьшают активность сальной железы и соответственно уменьшается жирность кожи. Еще ретиноиды повышают активность фибробластов и повышается синтез коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты. Как итог более упругая и молодая кожа. А еще за счет этого повышения активности фибробластов снижается вероятность формирования рубцов. Именно поэтому при склонности к формированию рубцов ретиноиды это всегда препарат номер один. Также ретиноиды повышают иммунную защиту кожи, снижается воспаление и уменьшается отечность. Но это происходит только при правильном применении ретиноидов. Ведь если начать использование ретиноидов не по ступенчатой схеме введения, а сразу на ежедневной основе, то можно вызвать ретиноидовый дерматит, очень сильный. И это приведет только к уменьшению иммунных свойств кожи. Поэтому вводить ретиноиды нужно обязательно по ступенчатой схеме. Длительность, постепенность введения может быть разной. Зависит от особенностей конкретно вашей кожи. Если это тонкая и чувствительная кожа, то введение более длительное, постепенное. Если это более плотная, жирная кожа, то возможно вам подойдет более быстрое введение. Но в любом случае оно должно быть ступенчатым. Примерная схема выглядит так. Первую неделю наносим ретиноид раз в три дня на ночь. Остальные дни только увлажнение. И днем тоже увлажнение. Далее вторая неделя. Наносим ретиноид через день. Остальное время увлажнение. Третья неделя. Два дня наносим подряд, один отдыхаем. И с четвертой недели можно переходить к ежедневному нанесению. Но можно задерживаться дольше на каждой из ступеней. Если вы чувствуете стянутость, повышение чувствительности кожи. Если имеется шелушение и покраснение. Вы видите, что кожа еще не готова к более частому нанесению. Итак, переходим к самой интересной части. Сами ретиноиды. Готовьте сделать скриншоты. Препарат номер один из ретиноидов при акне. Это, конечно, адапален. Его содержат такие средства, как дифирин, клинзит, адоклин, эфизел. Эфизел, кроме адапалена, в своем составе содержит бензилопероксид. Это не антибиотик. Но он также подавляет рост и размножение бактерий. Следующий ретиноид это тазаратен. Он есть в некоторых странах, в которых нет адапалена. Препараты Зорак, Тазарет, Форте. Дальше ретиноид Трифаратен. Препарат Аклиф. Тоже редкий и мало в таких странах есть. Тритинаин. Препараты Ретин-А в разных концентрациях. Тритинаин, который можно купить на том же Вайлдберрис, тоже в разные концентрации. Начинать, конечно, рекомендуется с дозы самой маленькой. А постепенно можно уже повышать. Но Тритинаин и Изотретины, о котором я в следующем расскажу, они самые раздражающие их всех ретиноидов. Поэтому ретиноиды дерматит могут вызвать более сильные и более длительно проходящие. Также про Тритинаин следует сказать, что он больше показал свою эффективность в антиэйдж, антивозрастном уходе за кожей, чем в лечении Акне. То есть, если вы хотите, например, убить двух зайцев одновременно, это антивозрастной уход и плюс имеется Акне, то в целом Тритинаин это может быть препаратом выбора. Но если нет цели борьбы именно с какими-то возрастными изменениями, то препарат выбора все-таки это адаполен. Ну и последний наш ретиноид на сегодня это Изотретинин. Препараты Ретиноевая мазь, Лосьон Ретасол и Изотрексин. Кстати, еще стоит сказать про относительно новый ретиноид. Трифаратен. Название средства Аклиф. Его можно купить в Америке или в Англии, может быть еще какие-то страны. Строго по рецепту. И это средство очень-очень дорогое. По крайней мере на данный момент. Может быть в будущем будут появляться какие-то дженерики. И будет дешевле в таком случае. На данный момент я не вижу смысла гоняться именно за ним. Он не показывает каких-то умопомрачительных невероятных результатов. Поэтому вполне достаточно использовать ретиноиды, которые легко доступны. То есть наш адаполен и Трифаратенин в первую очередь. Кстати, эффективность лечения на ретиноидах оценивать можно только спустя 2 месяца. Также при применении ретиноидов обязательно использование Испев-крема. Потому что повышается чувствительность кожи к ультрафиолету. И могут появляться ожоги, а также киперпигментация. Что нам конечно же не нужно. Если вы конечно планируете целый день сидеть дома, то наносить СПФ нет никакого смысла. Но если вы планируете провести достаточное количество времени на солнце, то СПФ обязателен. Особенно в весенний-летний период. Еще просто расшилки. Использование ретиноидов в летнее время. Тоже хочу сказать, что если нужно, можно их начинать и весной, и летом. Но нужно соблюдать меры предосторожности. То есть на солнце находимся по минимуму. Используем СПФ. Ну и собственно все. Конечно начинать их непосредственно перед вашим отпуском, когда вы явно будете много находиться времени на солнце, конечно не нужно. Но так, когда необходимо лечение, тогда мы его начинаем. Ну что ж, на этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что вам было интересно и полезно. Запись на онлайн-консультацию по ссылке под видео. Жду больше себя на канале. Подписывайтесь. И до новых встреч.